Фашистская Германия Тысячи танков, орудий и самолетов В Ставке Гитлера разработан план Барбаросса Гитлер рассчитывает за 8 недель разгромить Красную Армию и закончить войну В 4 часа утра в Верломно, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз Бомбовый удар обрушился на города и села, аэродромы, железнодорожные узлы Границу пересекли тысячи танков 5,5 миллионов солдат Первыми приняли удар пограничники В неравном бою они показывали примеры отваги и стойкости Застава под командованием коммуниста Лопатина 11 дней вела бой в окружении 7 раз поднимались в атаку бойцы лейтенанта Усова Бессмертен подвиг гарнизона Брестской крепости Горстка ее защитников сковала действия целой дивизии гитлеровцев В окружении врага больше месяца дрался гарнизон крепости Они погибли, но не сдались Ожесточенные очаги сопротивления встречали врага повсюду Только после 10-ти дневных упорных боев фашисты заняли латвийский порт Лиепаю Партия, народ знали, что это война Столкновение фашизма и социализма Мы должны выстоять в жестокой борьбе 30 июня был образован Государственный комитет обороны Во главе с товарищем Сталиным Центральный комитет коммунистической партии Разработал конкретную программу мобилизации всех сил страны Партия призвала народ отстаивать каждую пять советской земли Драться до последней капли крови за наши города и села Ничего не оставлять врагу В занятых врагом районах создавать партизанские отряды Подчинить интересам фронта всю деятельность тыла Организовать всестороннюю помощь действующей армии Обеспечить снабжение армии всем необходимым Формировались резервные части А на фронте шли тяжелейшие бои А на фронте шли тяжелей Фрусцки Фрусцки Очистки Продолжение следует...